Так, следующий участник быстро идет на эту сцену, раздает свои биржи нашим критикам, и это под ваши аплодисменты Александр Дмитриевенко! Встречайте! Всем добрый вечер! Я могу улыбаться глазами, и всегда улыбаться хочу. Я душою откроюсь пред вами, и никак не замолчу. Я глазами могу улыбаться, не показывать рот до ушей. Я умею глазами смеяться, не гоню свои чувства за шеей. Я могу вам душою открыться, целиком распахнувши объятия. Я могу вашей правдой напиться, игнорируя ваши проклятия. Я могу улыбаться глазами, я могу вам открыться душой. Я не прячу себя под замками, а тому и для меня чужой. Спасибо. Следующий участник. Солнце ясное в небе сияет, новый в жизни приходит черед. Солнце путь на вперед озаряет. Солнце нас за собой поведет. Поведет против ветра и бури, против зла и насилия в миру, против скотства, похабности, дури. И с победой нас встретит к утру. Будем биться с врагом силой духа, против зла, против муки бороться. А с косой неродная старуха никогда, никогда не дождется. Будет много у нас испытаний, но мы слабость себе не простим. Дружно, вместе, поднимемся, встанем. И препятствия все победим. И пройдя все преграды на свете, близких к сердцу мы сможем обнять. Нам с небес ярко солнышко светит. А ну, будет нам путь озарять. Спасибо. Так, все, Александр, да? Все? Итак, ну, мы сейчас опять с объективного критика начнем. Он рвется в бой, давайте. А потом злой и добрый. Время. Это у нас формат уже такой. Ну, что мне сказать. Я, во-первых, в восхищении в совершении. Первый раз стихи вызвали бурю и монстр в зале. Я думаю, что вы зря сейчас сплопаете смерти. Я не стихусь ни разу. Дело в том, что на скальные рисунки, например, на спинах пещеры, это такой же точный вид искусства, как и эль-грека, или, например, какой-нибудь ехал к греку через реку. Видит грека. В общем, я в восторге совершенно от этих стихов. Они простые, они искренние, они смешатся в второй строчке, что... Я не знаю, думал ли я об этом автор, но солнце ясное в небе сияет, в новой жизни приходит черед, солнце путь нам вперед озаряет, солнце нас за собой поведет. Ну, ребята, мне нравится. Я объективен совершенно. И вовсе не потому, что я напеваю вторую кружку пива. Вы знаете, у нас уже люди выступали, обмотавшись сосисками, там, не знаю... Это я! Как видите, скажешь дурак, и он это зовется. Но смотрите... Свой критик уже взял микрофон, чтобы было понятно тем, кто не видит. Я думаю, что вам, исходя из наскальных, наскальные разумки, я согласен с вами, такая примитивная лирика... Вам нужно было бы выйти в мехах. В мехах! В пионерском галстуке. Да-да, в пионерском галстуке и в мехах. У меня денег пока нет. А, ну вот видите, даже... Да, пионерский, да, серьезно. Теперь я понимаю, почему вас не принимает мир-то, а? Даже денег на пионерском галстуке не хватает. Просто, понимаете... Я даже не буду говорить, что... Тут не просто глагольные рифмы, тут бред собачьей, сивой кобылой. Ну, ладно. Хреб мы с ним. Просто вот... Солнце ясное в небе сияет. Вы знаете, более точные строчки сложно придумать, правда? Да, солнце ясное в небе сияет. Все, как говорится. Котенок больше ссать не будет. Солнце сияет. Я, я вот понимаю, это... Знаете, если бы вы подали это как... Вы бы сказали, а вот теперь я прочитаю вам стихотворение, посвященное... Не знаю там... Капитану очевидателю. Капитану очевидателю 31 октября или 1 мая. И мы бы сказали, окей. Промойте точно. Мы бы сказали, окей, хорошо. И это было бы смешно. Просто беда ваша в том, что вы это считаете серьезно. Хотя нет, с другой стороны не беда. Юмор нужно подавать серьезно. И вы это сделали. Но это получился не юмор. Потому что вы-то в это вкладывали что-то такое свое. Такое горячее, кипучее, могучее, никем не победимое. Страна моя. Игнорируя ваши проклятия. Игнорируя. Игнорируя ваши проклятия. Правильно? Игнорируйте нас. Этот оптимизм, он очень важен для людей ниже среднего класса. Он очень важен. Добрый. Секундочку, да. Я сокровил себе одну секунду. Я хочу сказать, что для поэзии очень важно назвать стихотворение правильно. Или иногда ты читаешь книги и понимаешь, о чем идет речь. Потом, а! Так лучше написано там, например. Солнышко ясное. Нет, нет. У Пушкина это было из Шиллера. Я думаю, что, например, если бы здесь было сверху написано из северкорейской поэзии, мы просто зашли бы сразу. А так нам нужно было еще немножечко въехать. Еще раз. Я совершенно не смеюсь. Это прекрасное качество писать как Шаильский. Писать простыми нотами, простыми словами, чтобы сразу было понятно, о чем. И начинать с фразы «Солнце сияет в небе», как будто оно может сиять где-то еще. Интересно, что мы прослушали сегодня, вы же шестой автор у нас, да? Да, шестой. Мы прослушали пять авторов, для которых фраза «Солнце сияет в небе», мы даже не додумали, что оно там сияет. Это, кстати, да. А здесь вдруг резко, и все понятно сразу. Да, я туда прослушал. Думаю. Прояснилось, прояснилось. Я в двух словах сейчас скажу, что просто люди настолько отвыкли вот от этого того, как ты сейчас сказал, Шаинский «Солнышко сияет», от этих вот простых слов, все привыкли уже к креативу, к современной нашей бурной действительности, да. И вот это от улыбки станет всем светлее, оно вызывает юмор в зале, реально. Ну, глагольные ритмы, да, конечно, там, Саша, напичкана, если бы вот их чуть-чуть… Глагольные ритмы должны быть на месте, они не все, понимаешь, они не все на месте. Извините, здесь я с вами не согласен. Хорошо, добрый. Что скажешь с доброй? Бунтальт. Так, что же осталось сказать доброму критику? Вот мне интересно. Да, я, на самом деле, да, я присоединюсь к словам объективного критика. Вот, и это такой некий мегапозитив такой, да, где действительно… А, кстати, насчет названий. Названия здесь по первой строчке прекрасно совершенно укладываются. Вот, знаете, первое, например, «Солнце ясное в небе сияет», первое название. И второе, «Я могу улыбаться глазами». Он может. Да. А, кстати, насчет улыбок глазами. Вот, казалось бы, да, «Я могу улыбаться глазами», да? Вот, когда один раз это написано в тексте, то это как-то, ну, что-то как-то, наверное, не очень. А вот дальше он поясняет, что «Я умею глазами смеяться». Вот, это в этом же стихотворении. Это очень важно. Да, он уточняет, поэтому… Искусство должно быть понятным народу. Более того. Время, время. Спасибо, друзья, да. Более того, например, очень важен, очень важен второй план. Например, слово «Смеяться» есть слово «Яйца». Да, обязательно. Говори про это снимать. Да, да. Скажи, пожалуйста, как часто ты выступаешь на сцене? Так, редко. Ребята, можно в зале попросить чуть-чуть тишины немножко? Так вот. Уважение как. Да уважение, хрен за тишины хотя бы. Ты читал с листа, понимаешь? А если бы у тебя был некий месседж такой в зал, да, то есть Солнце ясное в небе сияет. В новой жизни приходит черед. Солнце путь нам вперед озаряет. Солнце нас за собой поведет. И ты поведешь людей за собой. Понимаешь? Вшивание – это опасно. И опять же, вот как правильно было сказано, если бы это было представлено, вот это вот типа КНДР, да, Карельская Народная Республика, вот это было бы круто, да. Вот это фишка, кстати. Всё для народа. Хорошо. Ну, комментаторы уже у нас определились, кто будет бороться за три. Так, четыре. Всё, быстро, ребят, по двадцать секунд. Начнем опять Сергей Бестужево. Тишина в сале, пожалуйста. Так, ну, сейчас, во-первых, мы услышали блистательный пример лёгкого, нетяжеловесного стиха, который не обязательно читать с листа, который воспринимается. Совершенно шедевральный глагольный ритм. Улыбаться глазами. Особенно покорило «вредёт против ветра». Вот описание «против ветра». Так и вспомнилась «бессмертная поручика улицы», что дождь с ним не появится. Эй, не увидел! Сергей Алексеенко, это я тот человек, который обвязал себя с артельками недавно. Ну, не важно. Вот этот человек, который по-русски творит. Вообще, всё, вроде, всё очевидно. На всём очень, блядь, что он за ехень. Некий боже, некий музей, который ведёт всех, допустим, евреев из радства, от египетян, туда, вперёд. Почему, допустим? Он молодец, вот, допустим. Ну, а первые эти хитрарини были. Серьёзный мой чип-панчик, как я могу улыбаться глазами, видеть душу. Но эти хитрарини надо дорабатывать. Второе хитрарини — это «Во! Мне понравилось! Я молодец! Я как автор Кристина тебя поддерживаю! Я тебе дам твою хитраринику читать! Так, Галя, скажи, тебе понравилось. Да, я хотела, я хочу немного поддержать автора. Потому что сама была на этой сцене и... В этой шляпе. В другой шляпе. В этой шляпе был ясно. Но могу представить, что он сейчас чувствует. И первое, что хочу сказать, чтобы вы не бросали писать. Потому что, если у вас есть намерение стать байдем и прославиться, то если вы сейчас бросите, вы точно не прославитесь никогда. И вступите в партию! Обязательно! В тайлу, значит, с тем, что сейчас есть, у вас есть больше шансов прославиться. у массовой аудитории, чем у интеллектуальной элиты. Поэтому, если вы хотите быть массовым сетевым поэтом, то можете продолжать в том же духе. Соответственно, если вы не хотите быть массовым сетевым поэтом, а писать что-то более утонченное, то, ну, немножечко, наверное, стоит обращать внимание на рифмы, избегать, типа, глазами вами, открыться, написать и так далее. Спасибо! Ну что ж, очень впечатляет такой комментарий. Так, веду-ка Анатолию быстро. Пастушок вы нас! Пастушок! Здравствуйте, я Николай. Николай Игоревич. Мне очень понравилась поэзия, но мне не понравилась совершенно реакция злого критика, который в конце начал даже смеяться. Мне просто даже очень интересно, из-за чего он начал смеяться. Я начал смеяться по завещанию нашего великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Смеяться право не грешно над тем, что кажется смешно. Но, я думаю, вы должны это записать и поверьте себе в виде транспаранта дома. Спасибо, Владимир. В таком случае я вам скажу, что я вам советую перечитать эти стихи. Я их перечитаю как раз. Хорошо. Тогда вы должны были понять, что суть, которую хотел донести вас от вам Александра. Он несет мне свет. Я увидел это, только не понял. Ну, а дальше? А дальше просто было смешно. Ну, спросом, который он до него сказал смешно, был комичен и убог. Видишь? Значит, я хочу сказать, что иногда, иногда на нашего злоу критика нападает вот этот вот психо... Как это называется? Психотели. Кататонический ступор в виде смеха. И он начинает ржать. Но это весело, Николай, на самом деле. И это задает некитом. Человек увидел, что он так смешное и юморное. Ну и что? Позмеялся. Вот я... Так, Анатолий, да? Иду, бегу. Ну, он же серьезно писал. Я не видел. Не-не-не-не. Скорей. Коротко. Здравствуй, мой молодой, дорогой Маяковский. Вот прямо узнал. Как будто и не помирал. Вот. Привет! Ну, смотри. Во-первых, приходи, читай по утрам, чтобы я просыпался на работу. Вот прям... Просыпался. Вот и появилось. Да. Вот ты знаешь, вот прям... Муа! Вот. Во-вторых... Ну, ты знаешь, если серьезно, то первое твоё сцене, и второе твоё сцене, первое я почувствовал какое-то одиночество. Это одиночество меня очень сильно поразило. И я считаю, что после эту радость это одиночество спасило. Не знаю, что я это почувствовал, но мне это казалось правдиво. Работать ещё и работать, но в любом случае работать надо, потому что это не зря. Спасибо. Спасибо, Анатолий. А видите, дорогие друзья, комментарии-то позитивный характер носят в основном. Так что... Калёным железом из нас не вытащить вот это вот наше солнышко вот это, химистическое. Итак, поехали. В зале. Ах, да, мне же надо посчитать. Быстро. Кто-то публику держал, я понимаю. Verein, вероятно, так 5, 9, 12, 16, 21, 25, 26, 29 и 31... Спасибо большое. Спасибо. Значит, в зале 67 человек. Профиксируйте, пожалуйста. Дима, 67 человек в зале. И просьба поднять руки, кто считает, что Александр сегодня в дослуженный финал. Выбор на финал. Раз, два, три. Три. Там нет руки, да? Так, четыре, пять, шесть. Не опускайте. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четыре, пятнадцать, шесть, 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 шесть. Двадцать, двадцать один, двадцать два. Иду сюда. Выше руки поднимите, пожалуйста. Двадцать четыре. Двадцать пять. Двадцать пять. Двадцать пять, грубо говоря, считал, я. Стоп, еще одна, да? Двадцать шесть. Двадцать семь, двадцать восемь. Двадцать восемь человек сказали «да». В Заре что скажут им наши критики? Зар сказал «двадцать восемь». Зар сказал «двадцать восемь». Ребята, время, пожалуйста. Проголосуйте. Проголосуем. Плюс два, тридцать. Тридцать голосов на было Александр. Поздравляем, хороший результат. Спасибо, Александр.